Здравствуйте! Это программа «Отдельная тема» и сегодня мы говорим о культуре. Бесспорно, повышение общего уровня культуры необходимо. Сейчас поступательно идет работа по вовлечению молодежи в культуру, по развитию независимого творческого мышления, по приобщению к мировой культуре. Наш регион наглядно и довольно ярко демонстрирует все это. Как именно говорим сегодня в студии нашей программы временно исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников. Игорь Николаевич, здравствуйте! Я хочу начать эту программу с вопроса о филармонии. Она у нас самая большая в России, у нее больше всего коллективов. И вот залу имени Арнольда Михайловича Катца нас исполнилось пять лет. Я была на первом концерте из пяти, которые посвящены этому такому промежуточному юбилею. Заметила там ряд изменений. Во-первых, пол приобрел другой оттенок. На сцене у нас появились звукоотражающие экраны и большой светодиодный экран. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих изменениях. И все вот это, оно как-то повлияет на акустику? Нет, очевидно, что уже повлияло, но вы как более профессиональный человек. Расскажите, как именно? Ну, во-первых, да, пять лет залу. Это замечательно, потому что этот зал стал домом для нашего симфонического оркестра. Вы были на первом концерте. Конечно, Томас Зандерлинг, наш симфонический оркестр. Это замечательно. И как раз мы проверили те нововведения, которые мы ввели в зале. Ну, конечно, привели половое покрытие в зале в порядок. Это уже давно надо было сделать. Сцену мы делали позапрошлом году, но все равно уже тоже надо делать. И, конечно, звукоотражающие панели новые. Была поставлена задача нам еще, Андрея Александровича Травниковым, еще в начале лета, когда, помните, приезжал Гергиев, весной даже. И как раз мы говорили о том, что надо все-таки акустику улучшать. Вот сейчас проблема примерно на 90 процентов на сцене уже с акустикой все нормально. Вот эти панели как раз помогают. То, что касается портера, особенно первых рядов, там еще есть проблемы. И мы думаем о том, как это сделать. Я так думаю, что мы будем привлекать специалистов. Может быть, и Тойота. Вот это наша мечта, чтобы он это делал. Ну, посмотрим. Будем думать, решать и обязательно приведем все в порядок. Это, конечно, сложно, когда уже в встроенном здании делать, что-то переделывать. Но это обязательно надо делать. Что касается экрана, да, это замечательное нововведение. Таких экранов практически мало в каких филармониях есть. И, конечно, оно вызвало неоднозначное мнение у музыкантов. Потому что некоторые говорят, что это не надо. Некоторые говорят, что это здорово. И на самом деле, как говорят сами музыканты, но не все, естественно, что звук улучшился от экрана. Но для того, чтобы это проверить, первые концерты были с экраном. Сегодня у нас открытие первого абонемента, и сегодня экрана не будет. Мы тоже для того, чтобы и симфонический оркестр, и, естественно, маэстро Томас Зандерлинг проверили, как на самом деле... Чтобы они сравнили, да? Да, чтобы было сравнение качества звука, что как оно на самом деле лучше, хуже. И, соответственно, с этим будем принимать решение, так как он легко трансформируется, его можно повесить, можно убрать. Это никаких проблем. И мы его используем пока только на 50% даже его яркости, которая есть. Представляете? То есть он может быть еще ярче, еще краше, и можно создавать отдельные программы, которые будут интересны именно со светом, с какими-то новыми зарисовками. Вот у нас наш эстрадный оркестр выступал. Уже под именно этот экран были сделаны слайдовые композиции, которые дополняли музыку. Я думаю, тоже здорово, замечательно, чтобы это было красиво и интересно зрительно. Такое дополнительное оформление зала, да? Да. Ну, потому что мы, как говорили, что некоторым шумит, он не шумит, там вентиляторы выключены, они не нужны. А наш проектор, который есть, вот он-то как раз шумит. Он очень дорогой, там самый дорогой в проекторе лампа, она подходит к своему завершению, и нам все равно придется ее менять. Но мы пока не убираем проектор, мы оставляем тот же самый экран у нас есть. То есть будем чередовать, будем думать, как это лучше сделать. А я вот слышала, что новый лак, которым покрыли пол, он якобы тоже помогает каким-то образом улучшить акустику. Это акустический лак, тоже все подбирали. Это только мы советовались со специалистами, потому что в зале должно быть все. Кресло. Вы заметили, что в креслах у нас вентиляция идет снизу. Это все для того, чтобы не было никаких потусторонних звуков, лишних звуков во время выступления наших артистов. Все подбирается, любое нововведение, которое входит в зал, даже материал на креслах, он тоже должен быть определенным для того, чтобы сохранять качество звука. Ну и расскажите вот об этих пяти концертах, которые посвящены пятилетию зала КАЦА. В чем их особенность? Их особенность в том, что они разноплановые, потому что это и хоровые, это и джазовые, это и симфонические наш выступления, симфонического оркестра. И в соответствии с этим, конечно, у нас будет выступать и наш хор академический капелла под руководством нашего народного артиста Игоря Юдина. Будет выступать, приедет симфонический оркестр московский Павла Когана, который также будет выступать на нашей сцене, и он уже давно хотел сюда к нам приехать. И самое интересное то, что мы будем в рамках этих концертов еще и проводить встречи, как мы сразу с вами говорили, с молодыми, с нашими ребятами, которые также встретятся и со звездами, и поучаствуют в какой-то мере с этими концертами. Будут выступать пианисты знаменитые, поэтому будет очень интересная программа, приходите, и я думаю, каждый найдет то, что ему по душе. А наша филармония как раз стремится так, чтобы объять как можно больше зрителей и предложить различные концерты, кому что нравится. И мы специально так и подошли, чтобы это было разнопланово. Игорь Николаевич, Вы недавно рассказывали о развитии новых трендов по работе с молодежью. Расскажите, какая работа будет проводиться в нашем регионе в данном аспекте? Каким образом мы планируем привлекать молодежь к музыке, да и в целом к культуре? Во-первых, самое главное то, что необходимо, вот как говорил у нас уже Вадим Репин, когда он приезжал, мы проводили фестиваль, однажды он сказал, что необходимо, чтобы ходили на репетиции. Я так думаю, что это первое. У нас с вами очень богатая наша школа, у нас есть два музыкальных колледжа, есть колледж культуры и консерватория. Необходимо, чтобы привлекать, чтобы студенты тоже ходили обязательно именно на вот эти концерты, на репетиции концертов. Иногда мы не можем их пригласить на звезд, потому что это дорогие билеты и так далее, но на репетиции можно поучаствовать, это раз. Во-вторых, у нас 30 абонементов. Каждый абонемент рассчитан на разноплановую публику и подготовлены различные концерты, куда могут прийти и молодые, и уже возрастные слушатели. Во-вторых, мы делаем специальные абонементы «Назад в будущее». Это специально для студентов, где будут представлены различные программы. Мы делаем концерты для молодых мам, которые вместе еще не родили, и те, которые уже с маленькими ребятишками, для того, чтобы уже приучать и мам, чтобы они в дальнейшем своих детей вводили в наши замечательные концертные залы. Это тоже очень правильно. Начинаем прямо с детства. У нас очень много абонементов по детским школам искусств. Получается, где-то более 30 абонементов, которые мы возим по детским школам искусств, специально делаем программы. И образовательные, и просто концертные программы. И также возим и по среднеобразовательным школам, в том числе готовим. У нас есть понимание, что необходимо разворачивать нашу детскую филармонию, куда привлекать уже непосредственно молодых ребят, которые бы выступали вместе с нашими знаменитыми звездами, с нашими ансамблями, оркестрами. И в том числе «Юные дарования Сибири» — это ансамбль «Русский академический оркестр» с Валерийом Палькаровичем Гусевым, с нашим народным артистом, с маэстро. Мы как раз наши постоянные, каждый год проводим большой концерт, где мы отбираем ребятишек, которые потом выступают в Доме Ленина, в нашем камерном зале, с концертом именно с нашим «Русским академическим оркестром». У них есть возможность выйти на сцену и представить свое творчество с такими замечательными талантами. И еще много-много различных программ, которые будут интересны ребятам. Приходите, при том мы стараемся задействовать все направление музыкальное. Например, фолк-фестиваль был у нас. Мы собираемся делать фестиваль ударных инструментов. Это будет очень интересное действие. Я думаю, что будет столько новых открытий для молодых ребят, которым очень понравится этот фестиваль. Я так понимаю, мы хотим проводить больше разных фестивалей. Расскажите об этом. Какие традиции останутся и какие новые фестивали у нас могут появиться? Ну, видите, традиционные фестивали всегда надо оставлять, потому что они уже привыкли мы к ним, они интересны. Просто всегда надо проводить немножко обновления, чтобы русским языком говорить. Обновления, каждый раз новые программы, они должны быть интересны. Надо смотреть по ту публику, которую мы готовим. И, конечно, будет изменяться. Фестиваль классика немножко поменяется. Но программа, прежде всего, она должна быть интересна. Я так думаю, пока планы раскрывать не буду, но программа уже готовим, она будет интересна, опять же, для всех возрастных групп. Сип-джаз-фест, перезагрузка. Вы помните? Три года. А когда он возвращается? У нас он будет в мае месяце проходить. Владимир Толкачев будет художественным руководителем, так как он является у нас и морестрой нашего биг-бента. Соответственно, уже готовим программу. У нас будет из Германии, Франции, Англии. Артисты уже приглашены. И мы думаем, программа будет крайне интересна. Это мы его называем как перезагрузка. Во-первых, мы меняем время. Мы с осени ушли на весну. Это раз. Во-вторых, у нас еще, знаете же, проходил студенческий джазовый фестиваль, который мы не убираем. И как бы немножко мы их вместе состыковываем для того, чтобы было интересно, опять же, было и для молодежной публики, и для более возрастной. И я так думаю, что фестиваль получится очень интересный, потому что три года мы как бы проводили джазовые концерты, но фестиваля не было. Мы хотим возродить обязательно этот фестиваль. И джазовое направление у нас очень сильно развивается. У нас будет еще в музыкальном колледже на крыльях джаза фестиваль. Это как бы в преддверии. Он будет зимой. И весной мы проведем большой фестиваль, где будут принимать участие и наши молодые таланты, которые учатся в музыкальном колледже в том числе. Потому что там основная наша джазовая школа. Расскажите о шейкфесте, который у нас планируется. Шейкфесте это вообще интересно, потому что на самом деле ко мне пришли наши и молодые артисты, и такая Алена Балквадзе, знаете, есть у нас в филармонии, которая генератор различных идей. Алена молодец. И вот она, вот я хочу показать, вот такая программка есть. И у нас будет, вот тут прямо написано, хип-хоп, классика, рэп, фолк, поп, джаз. И все это будет проходить вместе с нашими коллективами. Мы как бы будем делать батл. То есть будут представители молодежного направления и представители наших коллективов. Как интересно. Да, например, Маркеловы голоса. Где-то они найдут единение, где-то их взгляды будут расходиться. Но я думаю, вот этот батл будет интересен на сцене. И главная молодежь увидит то, что можно соединить, которое кажется им несоединяемым. То есть там, да, хип-хоп, как можно соединить? Оказывается, можно. И все это будет замечательно, здорово и красиво на сцене. Приедут также, мы приглашаем самых известных таких артистов в этом направлении, тоже из Англии, Вегепритании, Швейцарии, Франции. Приедут очень интересные артисты. Мы также опять, вот если помните, весной мы привозили из Беркли джазовый коллектив. В этом году мы также везем коллектив из Беркли для того, чтобы они также поучаствовали в этом фестивале. То есть джазовое направление тоже будет такое интересное. А они очень импровизаторы такие хорошие, интересные. Они как раз тоже представят новые направления джазовые в своем репертуаре. Но новосибирцы у нас джаз очень любят. Да, я так думаю, что мы все любим джаз. И вы сами знаете, что мы давно, вот особенно студенческий джазовый фестиваль, я поддерживаю практически уже более 9 лет. И у нас есть свой джазовый клуб вместе с бизнесом, который мы, Игорь Верба, который один из инициаторов этого студенческого джазового фестиваля. Конечно, это правильно. Надо делать как можно больше концертов джазового направления и привлекать сюда музыкантов из других стран. Я знаю, что предполагается изменение программы рождественского фестиваля. В чем это заключается в связи с этим? Какая подготовка необходима? Ну вот видите, если помните прошлогодний рождественский фестиваль, конечно, соединять несоединимое кажется иногда сложным. Но это давно было сделано, что была большая музыкальная программа и большая театральная программа. В прошлом году мы сделали самое главное, что эти две программы немножко сделали раздельными. То есть театральной программой занимались те, кто должен заниматься Алексеем Крикливым, а музыкальный Владимир Михайлович Калужский. Поэтому и все равно это был единый фестиваль. То есть людям была возможность нашим зрителям выбрать, куда пойти или туда, или туда. И программы были очень интересны, потому что занимались профессионалы. Алексей Крикливов, он эксперт «Золотой маски». И мы подбирали не только спектакли, которые участвовали в «Золотой маске», мы еще и подбирали те спектакли, которые были бы интересны и также по различным направлениям. На следующий год они уже хотят сделать его как фестиваль искусств большой. На самом деле театралы уже задумывали что-то такое, они мне еще до конца не раскрывают тайны, но у них прямо планов громадью. Они говорят, что это должно быть театрально-музыкально, с художественными выставками, презентациями, с семинарами различными. Но чтобы это было интересно всем, кто приедет. Если помните, на последнем рождественском фестивале мы площадки поменяли, это была и подземка, это был у нас железнодорожный вокзал. В этот раз что они придумают, я даже не представляю. По музыкальной точно так же. Молодые музыканты говорят, что надо придумывать что-то новое, интересное, чтобы фестиваль был интересен. Он должен каждый раз, я говорю, название пусть остается, но начинка должна меняться. Что касается филармонии, у нас продолжается тенденция по развитию вот таких творческих локаций. То есть у нас сейчас есть зал КАЦ, фойе, круглая сцена, камерный зал, потом творческая гостиная. И вот я знаю, что в 2019 году мы планируем открыть сцену на набережной. То есть, я так понимаю, мы перенимаем европейский опыт, когда вот так прямо на улице, на больших открытых площадках мы ставим интересные бесплатные концерты. Расскажите об этом. Ну, смотрите, на самом деле я загорелся этой идеей, когда был в Уфе и посмотрел их «Симфоночь». У них замечательная площадка, у них та же сцена стоит на берегу реки, и прям там наклон такой, и зрители приносят с ковриками. Я был, дождик шел, но никто не ушел. Было более где-то двух-трех тысяч человек. Все с удовольствием смотрели выступления симфонического оркестра и камерного хора. Это было прекрасно. Два с половиной часа, ну, просто замечательно. Я загорелся этой идеей. Мы, собственно говоря, ее потихонечку реализуем. Это первые концерты, которые были около театра оперы и балета симфонического оркестра. В прошлом году на юбилее мы сделали два больших концерта симфонического оркестра и нашего русского академического оркестра, помните, на площади Ленина. В этом году на юбилей города также было выступление симфонического оркестра. Это был подарок нашей филармонии городу на юбилей. И, конечно, есть мечта, чтобы были постоянные концерты. Это зачем делается? Для того, чтобы привлекать публику. Человек, который привыкнет ходить на концерты летом, обязательно ему вспомнит и пойдет к нам зимой. Мы воспитываем новую публику. Притом мы хотим выступать не только симфоническим оркестром. Это должен быть и биг-бенд, это должен быть русский академический оркестр, это должна быть хоровая капелла, это наш эстрадный оркестр, джазовые и другие коллективы. Также мы хотим привлекать и молодежные коллективы, которые у нас, например, будут. Сейчас еще в фестивале такие квартирники, где мы будем приглашать молодежные наши коллективы и давать им возможность выступать на сцене нашей, не каца пока, конечно. У нас есть камерный зал, у нас есть круглая сцена. И для того, чтобы молодежь уже приходила и знакомилась с залом. То есть это разные направления на любого слушателя? Да, на любого слушателя, конечно. Для того, чтобы в конечном итоге человек, пришедший один раз в зал Каца, он обязательно придет и второй раз, подумав, а что же еще есть, кроме того, что он привык на какие коллективы он ходить. Я так думаю, новое музыкальное направление будет интересно любому. Но, конечно, все равно я считаю, что наш зал Каца – это храм культуры, прежде всего это, конечно, дом для симфонического оркестра, но для других наших 19 коллективов. Но все равно надо уважать этот зал и очень его любить. Наши артисты его безумно любят, и поэтому будет много интересного, и надо просто приходить. Еще кроме этого, мы забыли с вами сказать, что это теперь еще и картинная галерея в какой-то мере. Второй и первый этаж мы постоянно делаем и открываем выставки, которые происходят. Вот, например, на джазовом фестивале, кроме того, как что будет у нас с вами музыкальное, мы привезем выставку известных джазовых фотографов, которые выставят свои работы на втором этаже, чтобы мы посмотрели джазовые фестивали, выступления джазовых коллективов по всему миру, потому что мы будем знакомить с джазовой культурой. Мы сделаем часть программы для людей, плохо слышащих. То есть мы специально привлечем и оборудование, и специально будет у нас фирма работать, которая будет помогать людям слушать ту музыку, которая будет играть со сцен. То есть есть специальное оборудование. А насколько имеет место реализация проекта онлайн-концертов? Онлайн-концерты уже идут. Мы в основном, это первый абонемент, это выступление симфонического оркестра, это хоровой капеллы, камерного оркестра, биг-бента мы показываем уже. Но есть некоторые проблемы, прежде всего технического характера, что мы не все концерты можем транслировать, потому что у нас нет еще специального оборудования. Но сейчас есть программа федеральная, виртуальные концертные залы. В эту программу мы вошли. В этом году мы будем делать концертно-театральный центр Евразия. И уже деньги у нас есть, мы собираемся, чтобы это стало первой, потому что туда надо поменьше просто средств. У нас не хватает на концертный зал иммуникации. Но в следующий год мы также в эту программу входим. Надеемся, в следующем году дооборудовать зал, чтобы были уже виртуальные концерты. Это же не подразумевает только трансляции. Это подразумевает и показ. Первую часть мы сделали, мы купили экран. Теперь надо сделать еще и звук. Для того, чтобы он был именно такой же, как на концерте. То есть мы акустический зал, но нет хорошего еще звука у нас как такового, который мог бы быть. Это оборудование необходимо будет приобретать. Я так думаю, что мы скоро это тоже реализуем. Это хорошая возможность жителям региона, например, приобщиться к культуре. Да, во-первых, показывать, как делается в кинотеатре Победы, например. Идем в оперу, современные оперы, концерты других симфонических оркестров. Наш, например, оркестр будет выступать в Англии, а мы можем его тут же пригласить. И чтобы была трансляция, то, что он выступает на английской сцене. Вот он поедет на гастроли. А мы можем смотреть за лекацией. Это же здорово. Игорь Николаевич, иногда хочется и вживую посмотреть этот концерт. Наши новосибирские коллективы, насколько они близки к людям из села? Вот здесь работа в чем заключается? Ну вот смотрите, за прошлый год у нас было более 20 абонементов в районах области. Показали около 200 концертов. Выезжали практически все коллективы нашей филармонии, выезжали в область. Было сделано три больших фестиваля. И самое главное, впервые за многие годы наконец-то начал выезжать наш симфонический оркестр. Он выехал в Тагучин. Но я так думаю, он в дальнейшем будет также выезжать и делать концертные программы для наших жителей, где сцена позволяет, естественно. И мы, наш духовой оркестр, камерный оркестр, очень много гастролирует наш эстрадный оркестр, наша хоровая капелла. И концертов очень много. И самое главное, что мы делаем абонементы не только, как раньше в основном, это были детские школы искусств, где и образовательные были, как я уже говорил, и просто концертные программы для небольшого количества зала. Мы заходим в наши культурно-досуговые учреждения, потому что мы их ремонтируем, мы их приводим в порядок, мы делаем хорошие условия, планшеты, сцены, звук. И в соответствии с этим могут туда заходить уже наши профессиональные коллективы, выступать для большего количества жителей нашей Новосибирской области. У нас 2020 год будет годом Бетховена. В связи с этим, какая программа планируется у нас в Новосибирской области. И в целом, ну то есть, смотрите, это уже более долгосрочные планы. Если в целом коснуться таких культурных планов, насколько мы становимся в этом плане, ну не просто у нас есть новые сезоны, вот мы смотрим, что будет год вперед, а насколько более долгосрочно мы теперь планируем? Видите, а необходимо планировать более долгосрочно, минимум на три года. Почему? Потому что наши звезды мирового уровня, у них гастрольный тур расписан на 3-5 лет. И поэтому, если мы не будем планировать точно так же, как они, то мы к себе звезд никогда не привезем. То есть у нас должен быть график гастрольный, мы их понимаем, мы должны прорабатывать на 3-5 лет вперед. Это 100%, иначе мы не увидим этих звезд. Почему у нас и фестиваль, транссибирский арт-фестиваль, когда мы планируем, Вадим Репин и Олег Белый, они это планируют на много лет уже вперед, у них примерно каждый фестиваль, программа уже примерно понятна, потому что они договариваются на 2-3-4 года вперед уже с артистами, которые приедут на них в фестиваль. Поэтому планируют обязательно. По Бетховену точно так же, мы уже думаем, уже разрабатывается абонемент, в котором будет 10-12 концертов наших коллективов, которые исполняют музыку Бетховена. И, соответственно, и с этим так же будет и на детский репертуар, и на юношеский, и на взрослый репертуар. И закончим мы все это фестивалем классика. Вот это будет фестиваль в 2020 году, который будет посвящен Бетховену. Завершение. Хочу спросить о школе подготовки музыкантов. Она у нас, в общем-то, есть, достаточно сильная, но, я так понимаю, мы сейчас хотим вкладывать больше ресурсов в это. Вот об этом давайте поговорим. Давайте. Ну, во-первых, первая начальная стадия – это детские школы искусств. Сейчас есть, в 2017 году, когда был совет по культуре по президенту, было решено о передаче детских школ искусств на региональный уровень. Мы уже эту работу, вопрос прорабатываем. Мы делали запросы в районы, в город. Город пока не хочет переходить на региональный. Ну, это каждый. У нас есть пять детских школ искусств, которые изъявили желание перейти на наш уровень. Мы прорабатываем вопросы. В 2018-2019 году, думаю, что мы этих пять школ заберем на региональный уровень. Это первое, потому что предпрофессиональную подготовку, степень подготовки именно профессиональных кадров лучше решать на уровне регионального. Потому что все-таки предпрофессиональная подготовка очень сложная в детские школы искусств, потому что там очень большие нормативы, и их выполнить очень сложно самостоятельно и району, и детской школе искусств. Это первая ступень, которая должна в дальнейшем развиваться. Кроме этого, у нас детские школы искусств многие находятся в неприспособленных зданиях, помещениях, многие находятся в средних школах, в средних школах. И в соответствии с тем, что все переходят в первую смену, возникает вопрос, что делать нашим детским школам искусств. Во-вторых, когда школа переходит в первую смену, детская школа искусств получает всех детей только во вторую смену. И тоже помещения не хватает, и соответственно тоже возникает очень большой вопрос. Поэтому мы сейчас, Андрей Александрович, когда проезжал, была договоренность, мы сейчас делаем проектно-сметные документации наших новых детских школ искусств. У нас, например, утонула детская школа искусств, в моем смысле утонула, в Челыме. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Разработана практически детская школа и проектно-сметная документация детской школы искусств в Кочках, в Черепаново. Машково мы берем типовую, которая будет точно так же разработана в Кочках. У нас проблемы в Ордынке, они в четырех помещениях находятся. Но проблем очень много. То есть детские школы искусств мы давно не строили и не реконструировали. Это перспектива каких лет? Ну, мы планируем до 2024 года. Мы реалисты, понимаем, что мы это сразу завтра все... Потому что строительство и реконструкция это очень денежно и затратно. Притом наших, именно детских школ искусств. Вот сейчас мы, по сути говоря, построили новую детскую школу искусств, но совместно в Прокутском, это Кочаневский район, где будет и детская школа искусств, и библиотека, и культурно-досуговое учреждение. И вот мы сейчас осенью будем сдавать это учреждение. А что касается обновления материальной базы, здесь как обстоятельно? Ну, материальная база тоже очень сложная. Музыкальные инструменты очень дорогие. Выделение средств и из федерального бюджета, и из нашего регионального крайне мало. Вот в прошлом году нам выделили 2 миллиона, в этом миллион. Что купить можно на миллион рублей? Мы двум детским школам искусств даем, но если посмотреть, что в Баян сейчас стоит, хороший Баян от 600 тысяч, ну от 300 до 600, рояль вообще неподъемный, даже за миллион купить хороший рояль. Поэтому проблема очень большая. На уровне федерации решается вопрос, что поставлена задача, чтобы возобновить изготовление музыкальных инструментов в России. И уже первый опыт есть. И в этом году до Урала детские школы искусств обеспечивались пианинами, изготовленные в России. Но до нас пока это не дошло. Мы не знаем, что это за инструменты. Немножко наших музыкантов это, естественно, пугает. Потому что мы уже, если хочется играть, то хочется на хороших инструментах играть. Мы свои пока не знаем, как, что их делают. Поэтому здесь еще тоже такой вопрос. По духовым инструментам огромная проблема. Точно такая же. Есть духовое общество, мы возобновляем наши духовые оркестры. Вот купили в прошлом году для духового оркестра в Бердск. Теперь вопрос возникает с помещениями, потому что детская школа искусств не вмещает. И с преподавателями. То есть есть вот такая. Следующее, это наше среднее звено. У нас с вами три, получается, четыре средних специальных учреждения. Это в музыкальной сфере. Музыкальная и хореографическая. То есть хореографический колледж наш. Можно еще пятая сказать, это наш художественный колледж. Два музыкальных школы. Это десятилетка наша и музыкальный колледж имени Муру. И наш колледж культуры и искусств. Здесь материальные базы немножко получше. Особенно в десятилетке. Там вообще очень хорошие музыкальные инструменты. Но все равно их не хватает. В наших колледжах, конечно, проблема есть. Давно мы не приобретали музыкальные инструменты. И проблема эта остро стоит. Потому что для того, чтобы воспитывать новых, хороших музыкантов, необходимо учить их на хороших инструментах. Поэтому, конечно, мы ставим себе планку о том, что мы должны приобретать музыкальные инструменты и пополнять материально-техническую базу. В музыкальном колледже в этом году мы опять провели большие работы с залом. У нас есть зал «Сибирский». Во-первых, там акустическая сцена уже сделана два года назад. Кресло поменяли. В этом году сделали вентиляцию. То есть мы еще одну концертную площадку раскручиваем, чтобы в городе была еще одна концертная площадка. В колледже культуры тоже есть свой зал. Он не такой большой, но тоже в этом году большие работы проведены. Очень хороший зал, конечно, в десятилетке. Это Александр Тихонович, вчера был день рождения, поздравляю его. И, конечно, благодаря ему этот зал есть. За год еще никто не строил такой замечательный акустический зал из-за таких небольших денег, как он потратил. Ну и, конечно, наша консерватория. Мы имеем всю триступенчатую систему образования. В консерватории, конечно, видите, целевая подготовка, мы начали уже говорить, целевая подготовка, она раньше могла финансироваться и с бюджетом. И мы раньше этим пользовались, и выплачивали свои деньги для того, чтобы люди учились и потом оставались у нас работать. Сейчас только, может быть, из федерального бюджета. У нас подготовка проходила в основном в педагогическом университете. Более 90 человек выпустилось за счет местного бюджета. Но сейчас мы можем только за счет федерального бюджета. Но, к сожалению, в педагогическом колледже очень мало бюджетных мест. В этом году нам консерватория дала 10 мест, но мы только приняли 3, потому что, как выяснилось, у нас еще и желающих не так много, имеется в виду из села. Мы целевиков хотели брать из области. Но вот 3 человека. Вообще у нас поступило 16 человек, всего целевые места. Но это еще Алтайский университет, Кемеровский институт, и театральный институт, и консерватория. Игорь Николаевич, ну вообще, насколько у нас стоит вопрос обеспечения профессиональными кадрами сферы культуры? Действуют ли здесь меры господдержки? Вообще, каков результат? Проблема очень большая. Примерно мы выпускаем в год где-то 130 федералы, и 100 где-то наши региональные учреждения культуры, образовательные учреждения культуры. Но этого мало, потому что 100, говорю, наших, это в основном колледжи и совсем маленький театральный институт. Ну и поэтому это, конечно, крайне мало. У нас очень большая проблема с кадрами. Как быть? Социальная поддержка нужна. Андрей Александрович сказал, что прежде всего, конечно, жилье. Вот сейчас начинают строить служебное жилье. Появилась ипотека, которая беспроцентная, без первоначального взноса. Это также спасет. Но мы, конечно, понимаем, что нужно разрабатывать такие же, как в медицине. Обязательно. Потому что должна быть какая-то поддержка, когда молодой специалист приехал на территорию, ему необходима помощь. Пока этого не будет, это вот точно, молодой специалист не будет оставаться. Но прежде всего, конечно, жилье. Вот жилье, сейчас будет строиться служебное жилье, и оно не будет раздаваться, как в старые добрые времена. Его строили и раньше, но оно все постепенно было приватизировано, и осталось уже ведомое. Это, конечно, тоже хорошо, но лучше давать возможность строить потом. И должны быть меры социальной поддержки, которые должны быть и на региональном, и на федеральном уровне. К сожалению, пока этого нет. И Андрей Александрович поставил задачу, мы сейчас разрабатываем стратегию 2030, которая есть. Вот в ней как раз есть те аспекты, и мы разрабатываем это вместе с нашими работниками культуры. Там большая рабочая группа как раз так сделать, чтобы была вот эта мера поддержки. Во-вторых, мы сейчас вместе с Министерством образования работаем вместе с Сириусом, для того, чтобы сделать еще образовательную такую программу, как Сириус. То есть подготовка на их базе лагеря Кашевого будет вот такая же, тоже наш местный Сириус. Где мы будем, видите, самое главное, не только выявить молодого таланта, но его сопровождать. Должен быть хороший ресурсный центр, который бы на протяжении всей дальнейшей жизни и развития вот этого молодого таланта, чтобы его сопровождали, помогали ему, отправляли его на конкурсы, давали возможность ему здесь выступать. То есть это должна быть целая финансовая программа, но она у нас есть. Она не такая большая, но мы стараемся это поддерживать и делать, и отправлять ребятишек, чтобы они ездили на фестивали, конкурсы. Поэтому в дельфийском рейтинге мы остаемся всегда ниже третьего места. А в целом, какие вы ставите задачи, вот такие первостепенные задачи в сфере культуры на ближайшие перспективы? Ну, самое главное, видите, все-таки нас иногда путают, что мы не развлекательное министерство. Вот это самое есть. Мы занимаемся государственной культурной политикой на территории Новосибирской области. Мы должны продвигать государственную культурную политику. То есть должна быть доступность. Что такое доступность? Это как в городе Новосибирске. То есть должна быть шаговая доступность учреждению культуры. То есть мы все с вами родители, у нас у всех есть дети. Живя в каком-то поселении, мы должны понимать, что наши дети в дальнейшем пойдут учиться, чтобы у них будет возможность развиваться. Поэтому мы должны создать вот эти условия. И эти условия создаются из чего? Вот дальше можно дальше развивать. Это, как вы сказали правильно, кадровая составляющая. Это самое главное направление. Это кадровая политика. То есть здесь это меры социальной поддержки. Это проработка с Федеральным министерством образования о увеличении целевых мест. И в педуниверситете. Пока мы понимаем, у нас нет своего высшего учебного заведения в сфере культуры, кроме театрального института. Но у нас есть институт культуры в педагогическом университете. Хотя бы так, чтобы мы получали высшее образование те люди, которые работают в нашей сфере со среднеспециальным образованием. Это выявление и поддержка молодых талантов и сопровождение. Как мы уже говорили в дальнейшем, чтобы они поступали в наши учебные заведения, в дальнейшем в вузы. И создавать условия, чтобы они сюда возвращались. Для этого нужны еще новые рабочие места, может быть новые коллективы в том числе. Следующее. Это инициативы наших граждан. То есть надо вовлекать общественные организации, некоммерческие организации. Надо делать ребрендинг, не люблю это слово, обновление наших программ. Чтобы было что-то новое, вносилось постоянно. Программа не должна быть прямолинейной. Программа культуры Новосибирской области должна меняться. Поэтому стратегии 2030 мы разрабатываем так, чтобы она была мобильная, гибкая. Чтобы можно было молодым людям, в то же время творческой инициативной молодежи, новые проекты делать. Есть пример хороший. Это наши молодые композиторы. Фестиваль современной музыки. У нас ушли два направления. Одни едут сейчас в Мариинку с «Три истории Райха». В Мариинку, извиняюсь. В Московскую филармонию. Впервые попали в наш коллектив. Он, конечно, из профессиональных музыкантов, потому что они учатся в консерватории. Но все равно это инициатива некоммерческой организации. И они выиграли конкурс. Их пригласил в филармонию. И они еще проедут по четырем городам. Замечательно. Второе. Выиграли президентский грант. На полтора миллиона. Они сделали замечательную школу для молодых композиторов. Я ездил. Знаете, таких горящих глаз я никогда не видел. И мне один рассказал один музыкант, у которого дочка-скрипачка училась там, но была на этой школе. Он говорит, что теперь она от скрипки не отходит. Раньше я ее туда постоянно заставлял. Теперь она чуть ли не спит с этой скрипкой после вот этой школы. Это замечательно. Сейчас у них будет еще концерт. Мы им даем возможность выступить в камерном зале. Продемонстрировать то, что они наработали во время своей смены. Это обязательно должно быть. Потом следующая. Материально-техническая база. Мы говорили, мы немножко не затронули, что мы сделали за последнее время. Что отремонтировали, построили, отреставрировали. Но, во-первых, у нас районные дома культуры. Это мы сделали в Ордынке. Это также в Болотном. Это также в ДК Родина. Наш Дворец культуры Родина. Сейчас Прокутское мы открываем. Небольшой дом культуры будет в Украинке. Это в Черепановском районе. Кроме этого, Россия моя история. Все равно. Это, я считаю, большое дело и большой задел. Куйбышский район. Отремонтировали, треконструировали районный дом культуры. Это памятник. Это вообще красота. Очень красиво и замечательно получилось. Давно мечтали жители, чтобы у них этот районный дом культуры был. И главный приоритет еще задачи закончить недостроенную. Мы говорили, нельзя начинать строить еще. У нас есть с вами Чистоозерный районный дом культуры. Карасук районный дом культуры, который надо обязательно достроить. Кроме этого, мы в мае месяце вошли в национальный проект. У нас впервые культура попала в национальный проект. И мы уже разработали дорожную карту и проект мероприятия, который вместе с Федерацией отрабатываем сейчас. Для того, чтобы получить, во-первых, финансирование большое, потому что там всего 4% софинансирования. Поэтому для региона это очень выгодно. И нам туда, в эту программу надо попасть как можно по большим пунктам, которые есть. Там есть и музыкальные инструменты, там есть и реконструкция, там есть автоклубы, там есть виртуальные концертные залы, там есть поддержка молодых талантов. Это все наши задачи, которые мы должны вместе с национальным проектом выполнить. И планов громадье, теперь главное все это реализовать. И самое главное, всегда говорят, что нет, деньги всегда есть. Главное правильно их распределить и правильно направить. И у нас с вами замечательная культура. Если вспомните даже на прошлой неделе, вот сколько количества... Книжная Сибирь, фестиваль огромный, триенали. Все четыре этажа художественного музея, и когда столько работ, еще никогда не было. Двадцать, по-моему, четыре страны, если мне память не изменяет, приехали в Новосибирскую область со своими работами, графиками. Это же такие огромные мероприятия, которые сто лет ГПНТБ. К нам приехал японский театр кукол, к нам приехал казахский театр кукол на гастроли. У нас с вами впереди такое большое количество новых современных фестивалей, которые также будут вовлекать и позиционировать Новосибирска к культурную столицу. Хотя я не люблю это понимание, культурная столица – это когда люди культурные. Вот как раз мы должны делать все, чтобы у нас были люди культурные на территории Новосибирской области. Я желаю вам успешной и продуктивной работы. Спасибо. Это была программа «Одельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok